Всем привет! Мы снова в Стамбуле и это мой второй ролик из рубрики Блоги с дороги. Сегодня я покажу вам не самые туристические места города. Ну как не самые туристические? Одной из них будет башня Трампа. Он где-то там по моей спиной, не знаю видно или нет. И второе место это будет стамбульский метрополитен, в котором мы поедем до Гранд Базара. Прошлось перейти дорогу, чтобы как-то это стать для вас командиром. Красиво же, правда? А он реклама сериала The Boys. Ну что, с этого ракурса вроде лучше видно, правда? Давайте расскажу немножко про сами башни. Trump Tower of Istanbul это две башни-близнеца, которые расположены на расстоянии нескольких десятых метров друг от друга. В одной из них находятся офисы, а во второй резиденции и апартаменты. Несмотря на то, что это башни-близнецы, этажность у них разная. В одной из башен 39 этажей, а во второй 37. Давайте еще немного истории расскажу. Строительство башни было завершено в 2010 году, и они стали первыми башнями Трампа в Европе. Но на самом деле не все так просто. Эти башни, несмотря на название, строил не сам Трамп, а турецкий бизнесмен по леснодезенному соглашению. В 2015 году турецкий владелец Трамтауэрс сообщил, что планирует избавиться от фамилии избранного президента США в названии комплекса. Причиной тому стали ярые высказывания президента против мусульман. Эту идею поддержал хоть и президент Турции Р.Д. Но, как мы видим, спустя 9 лет комплекс башни Трампауэрс сохранил свое название в неизменном виде. На первом этаже комплекса расположен торговый центр, потом представлены всем известные марки электроники, одежды и фастфуда. КОНЕХ Как вы видите, на последнем этаже здания находится фудкорт с разными кафе и ресторанами. И тут открывается очень интересный обзор на башне Трампа с улицы. Сейчас прохожу, как это выглядит с открытой террасы. Вот одна башня, а вот прямо напротив вторая. А вот здесь можно посидеть, поесть, выпить кофе прямо с видом на знаменитые высотки. Ну что, мы пойдем дальше. Покажу вам магазины, которые находятся в этом торговом центре. И пойдем дальше. Вот, на нижней части торгового центра расположены уже более привычные нам кафе и рестораны. До Бургер Пинк, впереди Кэйси. А вот впереди уже можно заметить привычные магазины одежды. Катон. Ну, этот, конечно, тоже мы знаем. Тут за колонной де-факто. В принципе, все как у нас. Кстати, прямо из торгового центра можно выйти в метро. Но мы этого делать не будем. Мы выйдем сейчас главный ход на улицу. И пойдем на нужную нам линию. Потому что отсюда, в сторону Гранд Базара, мы не доедем. Посмотрите, сколько раз упоминается фамилия Трампа. Трамп. 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 И даже на мусорных бюмпаках написано Трамп Тауэрс. Ну, вот видите, прямо из торгового центра можно попасть в резиденции Трамп Тауэрс. Ну, а мы пойдем на улицу. Ну, что, это был Трамп Тауэрс, Истамбул. Здесь мы закончили и отправляемся дальше. Впереди нагрузка, Истамбульский метрополитен. Нормально. Вставляйте даже в торговом центре. Здесь живет котик. Мы, кстати, находимся уже в другом торговом центре. Это не Трамп Тауэрс, это другое. Тоже находится недалеко. Отсюда мы поедем сразу на метро. А я пока зашел в магазин купить воды. Такой вот торговый центр. И я иду в продуктовый магазин. Сейчас набор чей, мы даже вам покажу там. Так, ну давайте пройти расчет. То, что сейчас лира стоит примерно 3 рубля. И вот будем сравнивать цены. Вот, чай, липтон. Видел факсы, без акций, без карты, без карты. Умножаем на 3 и получим цену. Кофе Якобс. Кофе Якобс. Ну вот, шоколадка Милка. 80 лир примерно стоит. Получается, одна такая шоколадка стоит примерно 220 рублей, наверное. Или даже больше. 240. Кофе Якобс. Я шел вообще сюда за водой. Что-нибудь холоднее было взять. Поэтому сейчас будем смотреть. Так, смотрим. Бутылка воды стоит 11 лир. Ну и считайте, 33 рубля примерно. От 0,5. Есть дешевле. За 30 рублей. Банка Липтона. 23,50. Умножаем на 3 и получаем цену. Вот Red Bull. 40 лир. Получается 120 рублей. Банка Фанты. А еще бутылка Фанты. Вот, 0,5 стоит. Видите, разницы никакой. Получается 30 лир. 90 рублей. Кофе. 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 Бутылка 0,5. Ну, 450 получается. 90 рублей. Так, еще я вам не показал чипсы. Ну, давайте к чипсам проведем. Так, вот Lace. Lace Classic. То есть, без ничего стоит 40 лир за упаковку. В принципе, получается 120 рублей за 150 грамм. Нормально. Какие-то еще вот бренды есть. Ну, такие есть, видите. Тоже 40 лир примерно. Ну, ладно, мы взяли копить. Липтон. Катя, видишь, у Старбакса. Прикольные есть. Пакетики как бы 3 в 1 называются. И карамельный латте. Такие есть. Капучино. Ванильный латте. Это пакетики 3 в 1. Ну, как вот 3 в 1 привыкли. Когда, знаете, пакетики 3 в 1 есть. Там у нас кафе, у многих моих этих фирм. И вот это примерно как вот там. Но суть в том, что они по вкусу другие. То есть ты засыпаешь, размешиваешь и получается прям, ну, не как в кофейне нормальной в Старбаксе, но близкое к тому кофе. Именно кофе, а не вот порошок, который обычно в 3 в 1 засыпаешь. То есть я когда-то давно, года 2 назад, даже покупал эти пакетики и пил, и в Москву привозил. И ребята там пили их. Очень вкусно, всем нравилось. Просто сейчас мне, ну, некуда. И они раньше стоили дешевле. Сейчас 17 лир стоит такой 3 в 1. А это получается, ну, в равне 10 рублей. Как бы не смертельно за пакетик, но и не, сказать, прям дешево. Так, ладно, идем на капсу. У нас 8 лир. Все, купили. Стоило, например, 90 рублей. И можно идти в метро и ехать дальше. Так, метро вот туда. Значит, идем. Как вы знаете, у каждого метрополитена в мире есть свой фирменный стиль, узнаваемый. Ну, как про именно картинка-логотип. В Стамбуле это вот такая буква М со стрелочкой. И мы сейчас поедем на метро. Так, нам нужна линия М2, поэтому все правильно. Вот это название станции. Это метрового. Так. Ну, все, спускаемся вниз. Для оплаты проезда нам нужна Истамбул-карт. И сейчас попробуем оплатить ей проезд. 17 лир. Так. Наверное, вот туда. Нам нужно в сторону мини-капи. Ручном однолево. И проехать пять станций. Истамбул-карт. Да. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы пошли немножко другой дорогой, но здесь нет автомобильного трафика А единственная дорога, которая здесь идет, это трамвайные пути То есть тише, безопаснее и уютнее И за моей спиной, ну скорее даже сбоку, видите, это руины Константинополя В принципе, в Стамбуле много таких руин, которые разбросаны по всему городу Ты можешь идти мимо каких-то высоток, башен, торговых центров И такие раз какие-то камни, которым несколько сотен, а то и тысяч лет Субтитры создавал DimaTorzok Ну вообще, мне кажется, что здесь что-то поменяли Потому что у меня такое ощущение, что в прошлые разы, когда я здесь был Тут не было выделенной зоны для трамваев Мне кажется, здесь всегда были и такая проезжая часть и для машин тоже А сейчас здесь, то есть из всего того, что здесь ездят, это только трамваи и мотоциклы Мтоциклы, мопеды, доставщики Вот еще один интересный трамвай А мы уже приближаемся к Гранд Базару Да, здесь раньше машины не ездили, я помню это место Тут невозможно было раньше ходить Причем это было, мне кажется, еще в декабре Когда я здесь был Здесь ездили машины Я что-то путаю Но мне кажется, я не путаю Но зато здесь стала большая, широкая пешеходная улица Где можно спокойно гулять и не бояться, что тебя собьет машина Это уже позади меня Как позади? Опять я говорю позади На самом деле сбоку или спереди Вот, теперь позади меня Находится площадь Бейзит А значит Заговорился А значит, совсем близко уже Гранд Базар Чайки Итак, что мы хотим сказать Проезд в метро Омни стоил 17 лир А это получается Примерно, сколько? 50 рублей Я чуть не сбил Мотоциклист 17 лир Это примерно 50 рублей За одну поездку в метро В принципе, как в Москве цены Местами дороже, местами дешевле Поэтому Не так все страшно Конечно, когда я был здесь в 2019 году Здесь цены были заметно ниже Тогда лира стоила Не 3 рубля, как сейчас, а 10 Но цены при этом были ниже А сейчас лировство не упало А цены выросли И, конечно, становится дороже Но, что приятно Стоимость проживания в Стамбуле Осталась прежней Поэтому, как раньше мы летали Так можно делать и сейчас Получается, самый дорогой это перелет А продукции Еда В принципе, как в Москве В принципе, я вам это место уже показывал В предыдущем ролике Когда мы гуляли в Стамбуле Бегом между пересадками самолета Поэтому, скорее всего, на этом я Поэтому можно вернуться к тому ролику И вы увидите Это место И продолжение С комментариями моими другими Ракурсами Мы прогуляемся там Немножечко по Гранд Базару Бегом, потому что я Очень не люблю Стопотворение людей Но тоже, в принципе, нормально Поэтому Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Обязательно пишите комментарии Я всех их считаю И подписывайтесь Не только на мой канал Но и на канал Вестсайт Нью-Йорк Где Мой друг Который тоже зовут Антон Показывает Свою жизнь В Нью-Йорке И Не только в Нью-Йорке Но и катается По разным городам На этом я с вами прощаюсь До Следующего ролика Спасибо Пока Ну, кстати, вот В продолжение видео Видите, у них похоже Какая-то местная программа Благоустройства И они Перекладывают Делают Пешеходные дорожки И даже здесь Это свой котик Ну, приятно Приятно Пока 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 Продолжение следует...